Армения не будет выделять деньги на финансирование деятельности организации договора о коллективной безопасности ОДКБ, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Ани Бадалян в ответ на запрос издания «Фактор». Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 года о бюджете ОДКБ на 2024 год и, тем самым, от участия в финансировании деятельности организации, — сказала она. При этом Ереван не будет возражать против утверждения бюджета ОДКБ в ограниченном формате, — добавила Бадалян. Ранее Армения фактически заморозила членство в ОДКБ и перестала участвовать в деятельности блока, в том числе в совместных военных учениях. Впоследствии Пашинян допустил выход из ОДКБ, если организация не обозначит границы суверенной территории Армении, которые готова защищать. В МИД РФ назвали это заявление ультимативной и оскорбительной риторикой. Президент России Владимир Путин отмечал, что выход Армении из ОДКБ не отвечает интересам Еревана. Что стоит за решением Еревана о прекращении финансирования организации? Можно ли допустить, что все критические заявления и решения руководства Армении в отношении ОДКБ на протяжении последних лет последовательно служат одной цели — развалу этого военного блока, поведение которого там называют предательским? На эти вопросы ответили иностранные политкомментаторы. Российский политолог, основатель-эксперт на аналитической сети Политрасс Виталий Ярьков считает, что выход Армении из ОДКБ не станет причиной упразднения организации, так что все старания друзей Пашиняна в Париже, Брюсселе и Вашингтоне абсолютно напрасны. Интерес к сотрудничеству с ОДКБ, в том числе не исключая присоединения в статусе полноправного члена, в настоящее время проявляют несколько государств. Это во-первых. Во-вторых, крайне сомнительно окончательный выход Армении из ОДКБ. Для современной армянской политики, вне зависимости от персон в руководстве, характерна слабость к ультиматумам и шантажу. Очередной пример мы наблюдаем и сейчас, когда членство Армении в ОДКБ ушлый Пашинян сделал предметом торга и с Кремлем, и с Западом, кто больше предложит за сохранение или выход. Отказ же Еревана в 2024 году участвовать в финансировании деятельности ОДКБ лишь повышает ставки в этом торге. При том, что вряд ли Армения тратила на это свои деньги, лишь немного выделяла из регулярно получаемых от России кредитов, которые бесконечно реструктуризируются, а попросту прощаются, рассказал эксперт. И похоже, шантаж Еревана вновь достигает своей цели, накануне визита в Москву Никола Пашиняна стало известно о том, что Евразийский фонд стабилизации и развития ЕОВС предоставит Армении транш на реализацию экономических преобразований в объеме 100 миллионов долларов США, отметил он. Нетрудно посчитать, что это кратно больше суммы ежегодного взноса Армении в ОДКБ. Совершенно очевидно, экономические преобразования в Армении проводятся только на бумаге, а в очередной раз выделенные ее взденьги пойдут на латание дыр армянского бюджета, к которому как к своему личному кошельку относится супруга премьер-министра Анна Акопян, взобравшаяся на вершину армянской коррупционной пирамиды. Примечательно, что вопрос членства Армении в Евразийском экономическом союзе ЕС Никол Пашинян публично не поднимает перед Кремлем, поскольку его семейство и ближайшее окружение взяли под контроль или обложили коррупционной данью большую часть реализуемых в рамках ЕС экономических проектов. Всего этого они могут лишиться в одночасье, равно как и сверхдоходов с параллельного импорта, экспорта, осуществляемого с привлечением возможностей Армении в обход антироссийских санкций. На Западе осведомлены о происхождении капиталов семейства Пашиняна-Копян, которые выводятся преимущественно во Францию и Канаду. Где поначалу пообещали иммунитет, а теперь взяли Никола Пашиняна за тестикулы, пригрозив арестовать связанные с ним счеты недвижимости бизнес, а также ввести персональные санкции за коррупцию и получение дохода с подсанкционных схем с Москвой. Вот и вертится теперь Пашинян как уж на сковороде, приходит к выводу Альков. Кыргызский политический эксперт, доктор исторических наук, профессор Аскар Джакишев отметил в свою очередь, что на протяжении последних трех десятилетий существования ОДКБ эта военно-политическая организация испытывала различные метаморфозы. Поводом к созданию ОДКБ стал кровопролитный вооруженный конфликт в Таджикистане. Делался расчет на то, что это станет тем самым механизмом по разрешению, преимущественно политическими методами, назревающих конфликтных ситуаций. Однако не все государства-члены ОДКБ были удовлетворены своим пребыванием в этой организации. Например, Узбекистан дважды входил и дважды выходил из ОДКБ. Азербайджан тоже покинул ОДКБ, по-видимому, убедившись в бесперспективности разрешения карабахской проблемы при помощи ОДКБ. Сегодня Армения в лице Пашиняна, неудовлетворенная позицией ОДКБ, в первую очередь России, целенаправленно стремится покинуть эту организацию. В качестве альтернативы ОДКБ в Армении видится НАТО, что создает в регионе Южного Кавказа новый виток напряженности, полагает Джокишев.